Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Ну что, поговорим о нынешней недельной главе, которую мы читали на этой неделе. Называется она ТЦВ, буквально «Повели или прикажи». И это интересно, потому что, ну, собственно, само повеление, оно интересно, потому что до этого мы читали недельную главу Трума, и там было сказано, что кто желает, у кого есть доброе сердце и доброе расположение, пусть приносит все, что хочет для строительства скиньи. И нанесли столько, что уже девать было некуда. Вынуждены были отдать приказание прекратить приносить. Как было бы классно, чтобы в наше время и в этом месте было бы так же. Но Господь знает нашу природу, и поэтому чуть дальше Он говорит, «Прикажи сынам Израилевым, пусть они приносят». Но это уже было приношение немножечко для другого, и это приношение обязательное. В этой недельной главе рассказывается, собственно говоря, о подготовке к служению в храме и отдельные моменты, связанные в храме в скинье. Значит, масло для миноры, одежда для священников, значит, посвящение священников, предназначение жертвенника и жертвенника для воскурений. Ну, жертвенника для всесожжений и жертвенника для воскурений. На самом деле в богослужении существовало три жертвенника. Один жертвенник – это жертвенник всесожжения, и он служил для тех жертв, которые в своем описании имеют слова благоухания «приятное для Господа», и это всегда добровольные жертвы. Жертвы за грех, они не были обязательными, в смысле, они были обязательными, они не были добровольными, и, собственно говоря, для них был отдельный жертвенник за станом, о котором мы читаем в послании к евреям. Значит, и был еще один жертвенник перед завесой, где происходили воскурения. Это, скажем так, прообраз молитв святых, фимиам, который восходит ко Всевышнему, и огонь для этого фимиама обязательно, угли для этого фимиама обязательно должны были браться с жертвенника всесожжения. Если мы посмотрим, что говорит Новый Завет об этом, мы можем увидеть очень интересные вещи. Павел говорит, предоставьте тела ваши, жертву живую, благоразумную, для разумного служения вашего, угодную Богу. И это то, что мы приносим на жертвенник всесожжения. И это та база, на которой основаны наши молитвы, наше обращение к Богу. То есть, если мы не посвятили свою жизнь Богу, то, собственно говоря, Господь нас, конечно, услышит. Но какой будет мотив наших молитв, какие будут ответы, это уже большой вопрос. Но если мы реально посвящаем себя служению Господу, служению Его народу, то мы имеем реальное основание, которое дал нам Господь для того, чтобы приходить к Нему и просить. И Ешо обещал, что попросите по воле Отца будет вам. А если не по воле Отца, то не будет вам. Точнее, может быть, и будет, но что будет, лучше не знать. Так вот, интересно, что еще в этой недельной главе. Ну, я хотел бы обратить внимание на камни, которые были в одеянии первосвященника. Мы знаем, что первосвященник, он является прообразом нашего Машеха. Значит, и вот интересные моменты в описании камней. Значит, Бог повелел сделать для Аарона два камня, взять два камня, оникса, и на них начертать имена сынов Исраэля. Шесть на одном, шесть на другом. И эти камни, они были на плечах первосвященника, и он должен был их носить, когда он входит, собственно говоря, в свое служение. То есть, когда он предстоял пред Господом, эти камни должны были быть начертаны, должны были быть у него на плечах, и там начертаны имена сынов Исраэля в память пред Господом. И это очень хорошо показывает, что Господь, он взял на себя заботу о своем народе. Но есть еще один интересный момент. На груди у первосвященника было еще 12 камней, и эти все камни, во-первых, они обязательно были драгоценные. Не было ни одного повторяющегося камня. И на каждом из этих камней было написано одно из имен колен. И вот вы знаете, интересно, что здесь на груди все разные, но все вместе. А здесь они на плечах, они как будто все одинаковые. Потому что камни одинаковые, и имена безразличий начертаны на этих камнях. И вы знаете, на что это наводит, на какие размышления? Мы сегодня на членском классе говорили о разнице между понятиями «эхат» и «ехит». Один и единый Бог, и один Бог. И это очень интересно отражается на Божьем народе. Есть сферы нашей жизни или нашего бытия, где мы уникальны и неповторимы, как те камни на груди, у сердца. Писание так и говорит, что Он будет носить их на сердце. То есть наша индивидуальность, наша неповторимость, она на сердце у Господа, на сердце Мессии, который предстоит пред Отцом и ходатайствует за нас. Но есть еще наша часть, которая лежит на плечах у Мессии. И это наша ответственность за то служение, которое Господь доверил нам. И вы знаете, при всей нашей индивидуальности и неповторимости, у нас есть два варианта поведения. Вариант первый. Я начинаю выпячивать свое «я» и подчеркивать свою индивидуальность и неповторимость. И говорить, если бы не я, то здесь бы ничего не было. Я такие заслуги оказал народу, Боже мой, Богу, что вы должны носить меня на руках. А есть другой путь, который нам показывает Писание, что друг перед другом, каждый почитай себя меньше. То есть это свою индивидуальность, свою яркость, свою неповторимость положить пред ноги Господа и сказать «это ничто» по сравнению с честью служить тебе. Понимаете? И когда мы себя смиряем, когда мы себя не выпячиваем, мы не показываем, что мы такие уникальные. Знаете, как Иоанн Креститель однажды сказал своим ученикам про Ишуа, говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Так вот, когда мы в своей жизни создадим условия, когда Ишуа возрастает, а мы умоляемся, вот это то, что действительно угодно Господу. И еще один интересный момент в нынешней недельной главе, связанный с, собственно, с обязанностью приносить. Вот смотрите, была построена Скиния в соответствии с замыслом Всевышнего, в точности, как было показано Маше на горе. Значит, и кто производил работы в этой Скинии? Левиты, священники, первосвященник. А как же народ? Народ мог сказать «ну шо, они там делают, а мы шо». Так вот, чтобы не было такого, Господь создает возможность и народу послужить. И кое-что вменяется в обязанность народу для поддержания постоянного служения в Скинии, в дальнейшем в храме. Приносить масло. Масло для светильника. Светильник должен был гореть постоянно с вечера до утра, то есть когда темное время суток. То есть мы призваны к тому, чтобы освещать тьму этого мира. И интересно, если пройтись по Писанию и посмотреть тему светильника, света, масла, то есть такие места. Вот Иоанна 5, глава 33-37. Ишуа говорит «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его». То есть Ишуа говорит, что он таки да, был светильником, он светил. Каким образом он светил? Он делал то, к чему призвал его Господь. Но Ишуа четко показывает разницу, что он, да, светильник, горящий и светящий, но при нем вы можете порадоваться лишь малое время. Но есть я, светильник намного больше, светильник, источник света и сам свет. Значит, и вот он продолжает. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые деласии, мною творимые, свидетельствуют обо мне, что отец послал меня. И пославший меня отец сам засвидетельствовал о мне». Очень интересный момент. Из этих слов, что значит светить? Иоанн делает дела, и он есть светильник, и он светит. Ишуа делает какие-то дела и тоже тем самым светит. Но его светильник ярче. Дальше Матфея, 5 глава, 14-16. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший светильник, не ставят его под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Что же есть наш свет? Добрые дела пред Господом, которые люди должны видеть. И поэтому, знаете, когда общаешься с человеком о необходимости взаимоотношений с Богом, он говорит, у меня вера в сердце, в глубине. Так извините, если эта вера так глубоко скрыта, что ее никто не видит, есть ли эта вера? Писание говорит, что делами вера достигает совершенства. Если есть вера, мы светильник, а дела – это свет, который производит этот светильник. И есть еще такое интересное место. Книга Откровений, первая глава. «Я был в духе, в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есмь Альфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, в Смирну, пергам, феотиру, сардис, филадельфию, лаодикио. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Мы видим прообраз первосвященника, ходящего среди светильников, семи светильников. Значит, вот, «Когда увидел я его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия семь звезд, суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Церквей или общин, скажем так, собраний во имя Господа, во славу Господа. И мы также являемся собранием, и мы также являемся светильником. И Ишо говорит, что светильник должен светить, а соль должна солить. Если соль перестает солить, то что с ней делают? А если лампочка перегорела, что мы с ней делаем? Заменяем. Старую выбрасываем, покупаем новую. Так вот, давайте, чтобы нас не заменили, давайте, чтобы мы таки, да, были светом этому миру и солью этой земли, давайте мы будем искать Господа, искать Его воли, искать того, чего Он хочет для нас, для нашего города, для нашего народа, и как мы можем поучаствовать вообще в глобальном плане спасения всего человечества. Давайте будем светить. Субтитры создавал DimaTorzok